Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. И, как всегда, говорим о самых важных событиях, которые происходят в городском округе Люберцы. И приглашаем людей, которые помогают вам решать самые различные вопросы. Вот сегодня мы будем говорить о налогах и обо всем том, что с ними связано. Поможет нам в этом Евгения Сергеевна Маргун, заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России номер 17 по Московской области. Здравствуйте, Евгения Сергеевна! Добрый день! Конечно, общаться с великолепной дамой, да еще при погонах, как-то сразу сам так становишься в строение. Как рядовой хочу вас спросить, что означают ваши погоны сразу же? Потому что, я думаю, не все наши телезрители в курсе, что у налоговой службы тоже есть своя форма. Как и у любого служащего, погон – это, естественно, отличительный знак. То есть он говорит о том, какой чин я замещаю. В частности, советник государственной гражданской службы второго класса. А сколько всего класса существует? Три класса существует. Три? Три – это самый высший? Да. Нет, три. Третий класс – самый первый класс, самый высокий класс – это первый. Понятно. Хорошо. И две звезды – это что? Это подчеркивает класс второго класса. Так, а три вот этих вот… Три звездочки – это будет первый класс, а три полосочки – это значит советник. Есть еще референт – две полоски. Понятно. Вот мы смогли разобрать… Ну, это важная все-таки форма одежды. И сразу же хочу адресать такой вопрос. А когда эта форма должна быть? То есть в ней можно ходить на работу, либо она как представительская форма работы? Нет. Оперзал, инспекция по тренду Федеральной налоговой службы у нас всегда в форме. Поскольку мы оказываем государственные услуги, как государевые люди, мы, естественно, при форме. Сказать, что это какая-то представительская или… Естественно, для повседневного использования мы ее не применяем. Но в оперзале с гражданами мы всегда в форме. Теперь поговорим, собственно говоря, о налогах. Сегодня в нашем разговоре мы хотим понять, как у нас сейчас ситуация вообще со сбором налогов. Но прежде такой вопрос. У нас много различных структур, как вот вы говорите, да, государевые люди. Как вы считаете, на сегодняшний день налоговая служба, ее люди боятся все-таки или уже больше доверия как-то? Ну вот, наверное, говорить боятся неправильно. Мы прежде всего достигаем того, чтобы нам доверяли, как вы обратили внимание. И мы сегодня открыты для граждан. Мы хотим, чтобы сбор налогов, пополнение бюджета на сегодня было настолько открыто, прозрачно и понятно, что о страхе лучше забыть. На уровне, знаете, такого исторического подсознания у людей к налоговой службе все-таки такое отношение, ну, не самое лучшее, да, потому что что-то требуют. Ведь, ну, забывая, что государство существует в том числе и на эти самые налоги. И как вот сделать так, чтобы вы у нас правильно требовали, а мы с удовольствием вам платили? Правильно, неправильно, это же прописано у нас в законодательстве, правильно же. Главный наш налоговый кодекс, это тот документ, чем мы руководствуемся в своей работе. Там ровно прописано. А прежде всего, вообще, как каждый гражданин Российской Федерации, мы должны законному установленные налоги уплачивать, что прописано в 57-й статье Конституции. То есть, опять же, это не то, что мы что-то выдумали или, не дай бог, как вы говорите, требуем что-то излишнее. Нет, мы требуем ровно то, что необходимо согласно законодательству для существования нашего государства. То есть это наша обязанность? Да. Налог – это обязательный платеж, неправо. Понятно. Итак, давайте поговорим о обязательных платежах. На сегодняшний день, вот с точки зрения мировой конъюнктуры, сбор налогов в России. Много у нас самых различных налогов? Много населению приходится в качестве обязанности уплачивать налогов? Или мы в таком более-менее свободном полете находимся с точки зрения соотношения государства и простого гражданина? Ну, если говорить в целом про Российскую Федерацию, во-первых, у нас существует три категории, которые платят налоги. Это юридические лица, физические лица. И лица, зарегистрированные определенным порядком – предприниматели, нотариусы, адвокаты и иные. Физические лица – это наши граждане, которые платят налоги традиционно из года в год на ту имущество, на ту собственность, которая принадлежит. Транспортный налог, налог на имущество, земельный налог. А также есть еще налог на доходы физических лиц, который гражданин обязан заплатить. В случае, если его налоговый агент, работодатель, не удержал из зарплаты, например, налог, мы с вами, получая зарплату, платим налог. Вот если такой есть агент, наш работодатель недобросовестный, кто не заплатил налог, гражданин должен понимать, что он обязан эти 13% самостоятельно заплатить. А как я узнаю, заплатили за меня или не заплатили? Как это можно выяснить? Вы имеете право своему работодателю написать заявление, и он вам выдаст справку по форме 2НДФЛ, в которой будет указана сумма исчисленного дохода, начисленного налога, удержанного налога и перечисленного в бюджет. А почему нельзя это на законодательном уровне работодателям строго-настрого? Что если вы не удержите, то вы будете получать за это? Это все на законодательном уровне закреплено. Но, подчеркну, я сказала, недобросовестная работа. Если такой работодатель попадается в ваши ежовые рукавицы, то что вы с ним делаете? Естественно, это полный комплекс мер контрольных. Прежде всего, это начисление штрафных санкций за несоблюдение налогового законодательства, это пение. А в случае, если налог был удержан, не перечислил, там определенные другие штрафные санкции, на самом деле инструментов воздействия на недобросовестных налогоплательщиков в настоящее время есть. То есть ему невыгодно не платить. Вернемся к нашим любимым 13%. Я уж не знаю, почему так повелось, потому что к числу 13 у нас особое всегда отношение. Но, может быть, поэтому налоги имеют такую отрицательную окраску. И решили, что это 13% пусть будет. Во-первых, и запомнить легко и так далее. На сегодняшний день 13% сохраняются, потому что до ввода 13% шли баталии, это было давно. И сейчас периодически говорят о том, что давайте пересматривать. Потому что у людей различный доход, что есть люди, которые получают миллионы и платят 13%, а есть люди, которые получают совсем малые и платят 13%. Налоговая служба принимает участие в этих обсуждениях, либо вы исключительно исполняете закон? Нет, конечно. Когда законодатель хочет нести то или иное изменение в норме закона, прежде всего обращается к Минфину, к Федеральной налоговой службе, как это может отразиться на населении, на налогоплательщиках. И насколько это будет работать в тех условиях, в которых мы сегодня живем. 13% изначально, ну, изначально ставки, конечно, менялись. То есть у нас был налог на доходы и 12%, и 13%, и говорили, что будет прогрессирующая шкала ставок, но от этого отказались. Сегодня, что касается дивидендов налогоплательщиков, то есть это те самые, что такое дивиденды. Это та нераспределенная прибыль, которая осталась у организации, она делит между своими учредителями. Вот ранее платилось 9%, то есть была некая льгота в ставке, платилось, то есть обычный доход облагается 13%, а вот дивиденды ранее облагались 9%. Сегодня, дабы соблюсти все нормы Конституции о равенстве и братстве, привели в соответствие, и теперь с дивидендов также уплачивается 13%. Ну, давайте сейчас поговорим о простом гражданине. Вот на сегодняшний день это важно, потому что, ну, например, я недавно получил транспортный налог, я его оплатил. Но, может быть, есть какие-то налоги, о которых я еще не знаю, ну, некий условный, да, гражданин, ведь мы не всегда получаем по почте какие-то сообщения, иногда приходит какое-то письмо от налоговой, что-то нам там сообщают. Но вот где можно это посмотреть и понять, может быть, какой-то налог, и какой может налог затесаться еще среди прочих? Ну, конечно же, вы должны, прежде всего, понимать, что если вы владеете имуществом, жилым домом, квартирой, комнатой, я не знаю, нежилым помещением, которые сдаете в аренду, вы обязаны уплачивать налог в бюджет, налог на имущество физических лиц. Владеете земельным участком, сад, огород, или у вас стоит там жилой дом, либо какое-то производство, вы обязаны платить земельный налог. Транспортный налог вы уже озвучили, все зарегистрированные машины у нас на гражданах, значит, эти граждане обязаны платить транспортный налог. Где узнать? Но самое простое, это, конечно же, сегодня 21 век, это личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Там можно узнать свои объекты, свои расчеты с бюджетом, есть задолженность, нет задолженности, проведена льгота, по вам не проведена, сформировано уведомление, не сформировано, и платеж, который вы сегодня осуществили, поступил ли через казначейство, все-таки отражен в вашей карточке или не отражен. Все это можно узнать на сайте налог.ру. То есть я так понимаю, что ИНН там вводится, или как можно там зарегистрироваться? Чтобы зарегистрироваться, можно обратиться в любой, подчеркиваю, налоговый орган, то есть у нас здесь действует принцип экстерриториальности. Будучи в командировке во Владивостоке, ради бога, с паспортом обращаетесь в территориальный налоговый орган, вам тут же дают регистрационную карту по заявлению, логином является ваш ИНН, пароль временный, который в течение 30 дней рекомендуется поменять. А почему нельзя вообще убрать, так сказать, общение с представителями налогового, или достаточно просто, если у тебя есть все документы, личный кабинет автоматически создать? Или обязательно нужно куда-то ходить? Необходимо подтвердить свою личность. А паспорт не является подтверждением? Является подтверждением, ну как вы онлайн подтвердите свою личность. Если у вас, конечно, есть ЭЦП, и через госуслуги вы сможете подключить личный кабинет, но это опять же при наличии электронно-цифровой подписи. То есть это опять есть определенный орган, кто, проверив ваши персональные данные, выдал вам ключ, что вы можете свои действия заверять этим ключом. То есть если у вас есть ЭЦП, электронная цифровая подпись, то тогда есть такая возможность. Ну хорошо, вернемся к нашим налогам на сегодняшний день. Вот если говорить о Московской области, в частности, о городском округе Люберцы, как налоги собираются? Вы же как-то отчитываетесь, наверное, вот в этом году мы на столько-то процентов или ухудшилось, или улучшилось. Есть какая-то информация? Конечно. В целом берем наш городской округ Люберцы. В массовую кампанию по исчислению имущественных налогов мы доначислили гражданам нашего округа полтора миллиарда налогов, из которых, соответственно, сегодня мы уже получаем текущие деньги. Прирост начисления к прошлому году традиционно он составляет от 15 до 20%. То бишь в прошлом году у нас было миллиард триста, в этом миллиард пятьсот. То есть это потому что людей больше становится или откуда? Становится больше объектов налогообложения. Городской округ активно застраивается, это новые, соответственно, налогоплательщики налога на имущество, а также транспортного налога. Кроме того, меняется парк транспортных средств. Вы знаете, что есть сейчас некий налог на роскошь, его так называют. Это транспортный налог, который исчисляется на дорогостоящие транспортные средства. То есть мы меняем парк автомобилей, поменяли ВАЗ на Мерседес со средней стоимостью свыше трех миллионов рублей. Получаете повышающий коэффициент. Мало того, что ставка будет максимально 150 рублей за лошадь, так еще и повышающий коэффициент до трех единиц. Хорошо. А собираемость налогов? Насколько улучшилась она? Собираемость налогов осталась на уровне прошлого года, но сейчас о ней судить сложно, поскольку еще есть две недели до крайнего срока уплаты. 2 декабря у нас крайний срок уплаты. Еще есть время гражданам добровольно исполнить обязанность по уплате налога. В этом году налоговые уведомления в адрес плательщиков были отправлены в сентябре и в октябре, чуть позднее, чем в прошлом году. В прошлом году рассылка была в августе. Поэтому мы ожидаем, что вот сейчас ноябрь месяц, как раз нам и покажет, насколько собираемость улучшилась либо ухудшилась по сравнению с прошлым годом. А в прошлом году сколько было в процентном соотношении? Есть такие цифры? Такую цифру я вам не скажу, но скажу, что по итогам прошлой кампании у нас образовалось 30 тысяч должников с суммой почти 400 миллионов рублей, кто не заплатил налоги. И что это означает? Это много? Это много, но если из всего начислено миллиард 300-400 миллионов должники, то есть где-то третья часть получается у нас, либо не платят своевременно к крайнему сроку уплаты, либо, соответственно, ждет требования, либо, когда уже перекроют выезд за границу, платят это, дабы исключить все возможные негативные попадания. В аэропорту. Понятно. Евгения Сергеевна Маргун, заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России номер 17 по Московской области. Говорим сегодня о налогах. Сейчас сделаем небольшую паузу, после чего вернемся и продолжим. Напоминаю, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И в гостях у нас заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России номер 17 по Московской области Евгения Сергеевна Маргун. Все-таки человек, который собирает налоги, налоговая служба, это, как у нас сейчас принято говорить, силовая структура, это помощники, это люди, которые заботятся о нас, простых смертных, с точки зрения Конституции, или это люди, которые заинтересованы, ну, скажем так, создать там какие-то неприятности, всякими, там, пеня и прочее, прочее, прочее. Мы, конечно же, прежде всего, фискальный орган. Это еще все объясняет фискальный. Фискальный орган. То есть мы те, кто контролируем сбор обязательных платежей. То есть если вы обязаны уплатить налог, я тот посредник между вами и государством, который проконтролирует, чтобы вы взяли и эти деньги передали государству. Да, но как вы заставите меня уплатить налог? Как? Для этого есть все необходимые инструменты. Хорошо. Чем может закончиться? Вот возьмем транспортный налог, да, чтобы было понятно, потому что те, у кого есть автомобиль, ну, они его обязательно получают, всегда как-то он не вовремя приходит, когда только-только-только, и вдруг раз, надо тебе, ну, в зависимости от автомобиля, расстаться с какой-то суммой. Вот я его не плачу. Дальше что? Первая санкция – это со следующего дня после срока уплаты начисляются пени, которые равны 1,03 ставке рефинансирования за каждый день просрочки. Чем больше не платите, тем больше, соответственно, пени. Далее налоговый орган направляет требования о необходимости в определенный срок заплатить сумму, указанную в требовании. В случае, если вы добровольно сумму, указанную в требовании, не погашаете, налоговый орган применяет статью 48 Налогового кодекса, готовит пакет документов для направления заявления о вынесении судебного приказа в судебные органы. Что я такой нехороший, не плачу добровольно. Да, вы обязаны платить, мы вас уведомили, что вы обязаны, вас предупредили требованием, что вот вам последняя дата оплатить. Предупреждение. Вы этого не сделали, простите, мы обращаемся в суд. Мировой суд в упрощенном порядке принимает судебный приказ. Естественно, при этом идет полностью уведомление плательщика, как с нашей стороны, так и со стороны суда. Вы как истец выступаете. Конечно. Мы взыскатель в данном случае, выступаем, да. Обращаемся в суд, получаем судебный приказ, который является неким исполнительным документом, который мы, в случае, если вы, опять же, по решению суда не заплатите эту сумму, направляем в службу судебных приставов. Тому органу, кто и должен непосредственно в рамках закона об исполнительном производстве обеспечить поступление денежных средств в бюджет по исполнительному документу. Они приходят, забирают мой автомобиль, собачку. Но это уже крайняя мера, естественно. Выношу мебель, не выношу мебель. Для начала, конечно же, это будет запрос к вашим расчетным счетам, есть ли там денежные средства, ограничение регистрационных действий на ваши движимые и недвижимые имущества, ограничение выезда за границу. А я никуда не езжу, ничего не продаю. Дальше что происходит? Дальше. Соответственно, если в определенный период вы не, все равно не платите, то пристав приходит и описывает ваше имущество. А я ему дверь не открываю. Ну, у вас же есть недвижимое имущество, и мы можем найти машину, которая стоит у вас, стоянка, парковка. Увезут ее, что ли? Да, ее эвакуируют. А я ее спрячу где-нибудь. Ну, тогда это вам придется скрываться. Если это комфортно жить в таких условиях. Я ни в коем случае сейчас, чтобы наши телезрители думали, что план действий ухода от налогов... Ну, есть, кстати, такое словосочетание, мы об этом тоже поговорим. Ну, есть же силовые структуры, как вы озвучили, которые помогут нам обосновать. Ну, как вот ко мне, предположим, машину, я не знаю, спрятал или там кому-то отдал. Ну, мы исполнительный лист направим вам на работу и буду с вашей заработной платой удерживать ту сумму задолженности. А если я даже, ну, что-то между самозанятым, ну, то есть обо мне не очень знают хорошо, где я работаю. Такой же вариант тоже не исключен? Нет, ну, если вы самозанятый, вы предприниматель, в любом случае налоговый орган знает о существовании вас. Нет, я такой самозанятый, не открытый. Ну, тогда это совсем все плохо, да? Ага. Ну, хорошо, вы можете прийти с участковым ко мне, да? Конечно. А я могу же не открыть участковым? Ну, вы в любом случае покинете дом, правда? И в любом случае... А, то есть, грубо говоря, может дойти до того, что меня будут караулить? Ну, это совсем крайняя мера. Что тоже могут сделать? Ну, максимум, что они могут прийти, что арестовать, в наручнике, заковать. Кстати, вот, да, открыл дверь с участковым, пришел пристав, он описал имущество, а дальше что происходит? Меня выселяют из квартиры или как? Ну, вопрос, конечно, к службе судебных приставов, да? То есть, это уже без вас? Ну, конечно, это все минуя нас. Это арестовывается имущество, если вы, опять же, вы стаетесь хранителем этого имущества. Если вы, опять же, в сроке не заплатите за должность, которая имеется, это имущество изымается и реализуется через аукцион. То есть, я могу остаться на улице, не оплатив налог транспортный, например? Ну, наверное, лучше этот вопрос задать все-таки службе судебных приставов. Хорошо. Есть ограничения, конечно. Хорошо. Скажите, пожалуйста, как люди могут узнать, какой налог им помимо 13% традиционно может быть начислен? О чем я говорю? Люди могут работать, да? Где-то работать на полставки, где-то на какую-то другую сумму. Вот в налоговую не всегда работодатель это отправляет. То есть, лучше самому все собрать и отправить или как? Ну, вы обязаны. А с другой стороны, вроде бы мне и выгодно, что если работодатель где-то что-то не отправит. Вроде как, я вроде и работал, а вроде бы и не работал. Ну, вы социально, первое, конечно, это вы социально не защищены. А вас не будет знать никто, если с вас не будет удержан 13% налог на доходы. У меня нет. В пенсионный фонд отчисления делаться не будут. Соответственно, будущее у вас в рамках социалки никакого. Ага, то есть мы здесь выходим на тезис о том, что если я плачу налоги, то таким образом я все-таки... С одной стороны, их у меня забирают, и это мне плохо. С другой стороны, я обеспечиваю себе хоть какую-то пенсионную подушку. Правильно я понимаю? Естественно. Сегодня мы как раз и собираем налоги для чего? Для того, чтобы социальные программы на уровне региона, Российской Федерации, они работали и могли воплотиться в жизнь. Могут ли под видом каких-то налоговых служб мошенники работать на этом направлении? У вас были такие случаи? У нас таких случаев не было. Опять же, мы, если выходим на какую-либо проверку, естественно, мы должны быть в форме. Мы должны в обязательном порядке быть чаще всего с участковым. То есть мы ни в одном лице ходим, естественно. Это должна быть специальная бумага, подписанная руководителем налогового органа о необходимости проведения этой проверки. То есть мы идем, и плательщик уже нас ждет. Он знает, что мы идем вручать тот или иной документ. И сказать о том, что мы какие-то... Да, рейды мы можем устраивать. Это у нас любят рейды. Рейды. Но опять же, рейды это будет целая комиссия, участковые, МВД, ГИБДД, приставы. То есть мошенники, наверное, такую компанию не соберут. У нас по квартирные обходы для сбора налогов, это было когда-то еще в 90-е, когда ходили по жилым домам, по участкам. Мы тогда собирали по обычным квитанциям земельный налог, складывали и передавали в сейфы. Сегодня, естественно, мы от этого ушли. Сегодня все, минуя взаимодействие плотное с плательщиком, мы стараемся, чтобы плательщику было комфортно. Такой вопрос. В последнее время в средствах массовой информации мы часто слышим фразу «уход от налогов» и так далее, и тому подобное. Целые схемы есть, целые способы, как уйти от налога, и они работают. Существуют ведь эти схемы? Вы как-то их мониторите? И возможно ли, наступит ли когда-то такой момент, когда невозможно будет уйти от налогов? Сегодня Федеральная налоговая служба настолько располагает всеми сведениями, настолько со всех сторон защищена, и уже даже работая на опережение налогоплательщика, думает о том, какая может родиться схема. Конечно, у нас кулибины никогда, в кавычках, опять же, кулибины не переведутся. Когда что-то есть, кто-то придумает на это что-то, еще что-то более интересное. И они всегда идут на шаг вперед? Не всегда идут на шаг вперед. Мы сегодня знаем о всех схемах, которые может придумать налогоплательщик, поскольку в части Федеральной налоговой службы мы включены в мировой стандарт. Понимаете? Значит, мы идем в ногу со временем и понимаем не только схемы, которые здесь у нас могут произойти, но также берем опыт других регионов, других стран, перенимаем его и пытаемся наложить на нашу систему. Ну, мошенники, рано или поздно, в любом случае, схема будет вскрыта, и налог данный отчислен. Налоговая амнистия. Есть еще такое словосочетание. Что это такое, и как она работает на сегодняшний день, и работает ли она в городском округе Люберца? Налоговая амнистия – это прежде всего федеральный закон. Вот он у нас был принят в 2017 году. Владимир Владимирович Путин его согласовал, подписал. О чем он говорился? О том, что имущественные налоги, образовавшись задолженность, которая по этим налогам образовалась на 1 января 2015 года, должна быть списана. Согласно этого распоряжения, вся задолженность, которая была образована, которая подлежала списанию, нами уже закрыта, исполнена, списана. То есть граждане могут не переживать, что какие-то налоги мы им недоусписали. Такого нет. Хорошо. Тогда возникает очень простой вопрос. Потерпеть, не пускать того самого участкового, уехать куда-нибудь, пока есть возможность выезда, подождать, но приехать, у тебя все налоги списали замечательно. Такой же вариант не исключен? Ну, выехать вы не сможете, выезд у вас будет закрыт. А я до того, как не буду платить. Ну, уедет человек куда-нибудь. Ну, вы же будете накопить это, вы же будете не платить несколько лет, правильно? И уже с первого года вам ограничат вы из-за границы. Понимаете? Ну, просто когда нам ждать следующую налоговую амнистию? Ее может и не быть. То есть, глава 12-го всемна, а может и не быть. Ее может и не быть. Это тот инструмент, который принимается одномоментно и единовременно. То есть, это не в системе. Законодательно он не закреплен нигде. Это просто так было решено, был принят федеральный закон, и по этому пути мы пошли. У нас остается одна минута до конца нашей программы. Евгения Сергеевна, скажите, пожалуйста, что нового ожидать? Обычно у нас 1 января и 1 июля, да, принимаются какие-то новые, или начинают работать новые законы, становления и так далее. Что-то меняется в налоговой службе, ну, с точки зрения простых смертных, к лучшему для нас? Конечно. Сегодня вот эта новелла этого года, в первую очередь, те граждане, которые заблаговременно сегодня уже исполняют обязанность по уплате налогов, они ограничены от того, что в следующем году им придет за этот же налоговый период налог увеличенный. То есть если сегодня вы платите, это гарантирует вам то, что вы в следующем году за этот же период не получите уведомления. Это первый момент. Второй момент. По земле и по имуществу сегодня ограничение внесено на 10% роста налога к прошлому году. То есть за 2018 год мы не начислили налог в разы больше, чем в прошлом году. Он ограничен 10%. Это опять же идет в пользу налогоплательщика. Кроме того, расширен перечень налоговых льгот для налогоплательщиков. Сейчас очень ввели новую категорию граждан. Это многодетные мамы и папы, которые могут воспользоваться льготой по земельному налогу, а также по налогу на имущество. Ранее этого не было. Все это как раз и говорит о том, что служба повернулась лицом к налогоплательщику. И мы в том числе пропагандируем это в ФНС, Минфин, в законодательные органы, чтобы принимались эти законы. Как на региональном уровне, так и на федеральном. Ну то есть старая добрая фраза «уплати налоги и спи спокоен» она по-прежнему работает? Конечно. Спасибо большое. Евгения Сергеевна Маргун, заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России номер 17 Московской области. Напоминаю, что не забудьте проверить, есть ли у вас какие-то налоги. Можно это сделать в режиме онлайн. Мы рассказали вам, как это делается. И тогда вы сможете спокойно вылететь из любого аэропорта страны. Потому что, кстати, а если вот все-таки 30 декабря человек приходит, у него находит какой-то налог. Я знаю, что сидят специальные службы в аэропорту и предлагают срочно оплатить. Такой вариант остается? Да, вы оплатите. Но должны понимать, что этот платеж должен поступить из органов казначейства в систему. Сначала будет то система приставов, либо налоговиков. И это все равно занимает некий временной лаг. Поэтому я все-таки рекомендую, уважаемые налогоплательщики, уплачивать налоги заблаговременно. Крайний срок уплаты налогов – 2 декабря. До 2 декабря уплатите налоги. С вами был Николай Пивненко и программа «Открытый диалог». Спасибо, Евгения Сергеевна. До свидания.